Воронеж на несколько дней стал центром скалолазания. Именно здесь несколько десятков спортсменов собрали рождественский турнир. Так, на одном из самых высоких скалодромов страны, расположенном в спортивном центре Гран-при, открылся новый сезон, где на протяжении пяти дней выступили сильнейшие скалолазы возрастом от 10 до 19 лет. Вообще, можно честно сказать, что на этих соревнованиях воронежские спортсмены, а мальчики, показали себя намного лучше, чем последние 2-3 года. Они выиграли три медали на трудность, и сегодня вот Андрей выиграл медаль в болдеринге. Это очень сильно отличается от того, к чему мы уже начали привыкать за последние годы. Надеюсь, что это первый шаг к перемене направления ветра. С каждым годом спортсменов все больше. В этот раз за победу боролись 680 человек из 38 регионов. Самые многочисленные сборные из Москвы, Свердловска, Питера, Челябинска и Воронежа. Небольшой инструктаж перед началом соревнований, и вот спустя несколько минут на скалодроме уже первые спортсмены. Сегодня второе место по болдеру. Эмоции сегодня. Было достаточно много эмоций. От каждой трассы свои. От первой на восторг, что она такая не тяжелая довольно. От второй я испытал больше злость, наверное. Как от четвертой. Меня немного взбесили трасс эти. Ну, а третий я порадовался. Более легкая. Участники признаются, занятия скалолазанием помогли многим побороть страх высоты, а также развить мобильность, выносливость, гибкость и силу. Кстати, высота трамплина 15 метров, и сделана она по всем международным нормам. На подъем лишь одна попытка и 6 минут времени. Соревновались также и на скорость. Сильнейшие преодолевали расстояние за 5-6 секунд. В случае срыва спортсмены падают на маты. На каждых соревнованиях трассы уникальны. Мы занимаемся самое первое с 1947 года, и успехи на международной арене у нас были большие. И мы проводили первый кубок Европы на естественном рельефе, тоже советский, в свое стоящее время. Так что, конечно, талант необходим, но если ты бесталантный в любом виде спорта, ты не очень хоть затренируйся, но в первую очередь труда. В списке участников призеры первенств Европы. Сильнейшие молодые скалолазы страны. Такие, как Леонтий, который занял первое место в одной из дисциплин. Категория 18-19 лет, это юниоры. Первый трасса начиналась не очень хорошо, я тупил там много. Потом собрался, и все пошло хорошо. На второй еще быстрее залез, и там уже все по нарастанию пошло, и хорошо все пошло. После квалификации был недоволен своим выступлением. Думал, что будет очень сложно, и расстроился. Вот сейчас уже очень рад, что подтвердил КМС на одних соревнованиях. Многие из участников соревнований приехали в Воронеж уже не впервые, но для многих спортсменов этот турнир стал дебютным выступлением своей возрастной категории. В принципе, все прошло хорошо, без особых каких-то задержек. Может быть, стоит с регламентом немножко пробовать, так, в принципе, все хорошо. Спасибо всем за соревнования. Я думаю, что тренер всегда видит, где можно усовершенствовать, где можно что-то исправить. Но в целом наши спортсмены сегодня показали хорошие результаты. Я думаю, что тренерами довольна. Воронеж за последние годы несколько раз становился местом проведения крупнейших стартов скалолазов России, Европы и всего мира. Мариам Макеева, Сергей Трифонов, 41 канал.